Доброго времени суток, дорогие любители интерактивного баскетбола! Вас приветствует команда Кибербаскет, и мы быстро ведем вас в курс дела со значимыми событиями прошедшей игровой недели. С промежуточного лидера командам вывести не удалось, так как первую строчку делят сразу 4 команды. Но интрига надвисла над первыми тремя. Нижним Новгородом, Купол Родники 1 и 2 соответственно. Нижний Новгород одержал сенсационную победу над первым Куполом. Купол Родники 2 потерпели поражение от первого Купола. Соперничество между этими командами обещает быть жарким на протяжении оставшегося сезона. В спину ранее упомянутым командам дышит Брикворкс, которые идут с рекордом 4 победы и 1 поражение, начав свой путь в чемпион России с поражения. Но уже во втором туре московская команда оставляет 4 победы к ряду. Данные команды обозначим титанами регулярки на данный момент. И перейдем к главным героям второго тура. Х-факторами в своих командах на прошлой игровой неделе стали Никита Ишигашвили из Брикворкс, который был просто неостановим в нападении. Егор Бикеев из Купол Ринги 2 с его прекрасным чтением ситуации в защите. И Денис Тимонин из Стронг Раши, который сиял под щитами и регулярно выручал свою команду атаками второго шанса. Между делом, Тимонин установил рекорд по количеству подборов в конкретном взятом чемпионате России. Ночным кошмаром для разыгрывающих стали такие игроки, как Даниил Максименко из Стронг Раши и Даниил Жедоморов из Купол Ринги 1. Команды по ту сторону интерактивного корта попросту потерялись и не смогли навязать свою игру против данных защитников. На данной ноте окончим итоги второго тура чемпионата России. Любите интерактивный баскетбол так же, как его любим и мы. Увидимся в третьем туре чемпионата России.